Я гражданин Это мобильное приложение Давайте по порядку Я гражданин Это мобильное приложение Целью которого является Помогать органам власти Администрации, ТСЖ и прочим комитетам Оперативно узнавать о проблемах Которые существуют в нашем городе Чтобы мы могли помочь И своевременно решить эти проблемы Комитетам Вот сейчас актуальная тема Это уборка снега И не везде могут успеть Это все прибрать вовремя Поэтому многие жители нашего города Могут с помощью нашего приложения Не заморачиваясь по поводу поиска Места, куда обратиться Просто скачать наше приложение Отправить заявку И ее в течение определенного срока Рассмотрят и дадут ответ Ну и соответственно проблема решится Если это в силах администрации Ну то есть самое важное Что заявки принимают По самым разным социальным вопросам Не только там снег Да, у нас очень много заявок В плане как и дороги С дорожным покрытием Так и дорожные знаки И там шум, незаконная торговля Рекламы То есть мы этот список категорий Постоянно будем пополнять И как бы думаю в дальнейшем Нам на встречу пойдет администрация И может быть кто-то сам будет уже Подсказывать в каких случаях Куда направлять и в какой комитет заявки И мы будем конечно это дорабатывать Сейчас там более обобщенные такие категории Что касается дорог Там уличных освещений Фасадов зданий Ну грубо говоря Такие насущные проблемы Мусор Ну и прочее Сразу давайте обозначим Вот техническую сторону Для мобильных устройств Каких доступны Есть какие-то ограничения Ну можно скачать приложения Для мобильных платформ Android и iOS Поддерживают Да Windows Phone это в будущем Так как доля этих пользователей Как бы несравнимо мала По сравнению с другими Мобильными платформами Ну вот смотрите Само приложение Работает сутки Да практически Вчера был официальный Донстарт Да Вчера был дебют Можно сказать Нашего приложения То есть до этого Оно конечно было доступно Но никто о нем не знал И вот как бы С основателем интернет Сообщества Барнул-22 С Алексеем Куреленком Мы договорились О взаимном сотрудничестве То есть он будет нас Информационно поддерживать Как бы рассказывать На их сайте Барнул-22 Открыта специальная ветка С обсуждениями Кому там допустим Помогло-не помогло Это мобильное приложение Ну то есть Чтобы у нас была Обратная связь Грубо говоря В веб-версии Этого приложения У нас еще нет То есть мы не можем Как бы писать Об этом приложении В Ну на сайтах То есть с компьютера Это пока не доступно Доступно только С мобильных устройств И вот чтобы Обратная связь Какая-то была у нас С пользователями Мы вот с Алексеем Так решили поработать Ну я правильно понимаю Что будет вестись Мониторинг Тех обращений Которые поступают Сейчас уже По стечению суток Есть какой-то результат Да вообще Много поступает Обращений Немного Или пока еще рано Говорить о каких-то там Цифрах О востребованности Этого приложения Ну время покажет Конечно Но за сутки Вот у нас зарегистрировалось Уже более 500 пользователей И добавлено уже более 10 заявок И как бы вот эти сутки показали Что все-таки придется ставить При модерации Потому что заявки Ну некоторые люди не понимают Для чего это приложение создано И поступают заявки Которые ну совсем не соответствуют Назначению Назначению этого приложения То есть там Есть заявки подобные Жалобы на вашу жалобу Что зачем вы здесь все это пишете Можете там Молчать и будет проще Так сказать Вопросы не по существу Да-да-да Поэтому мы будем просматривать Все эти поступающие сообщения И как бы Может быть фильтр какой-то Добавим автоматический Что если не будем справляться С потоком заявок И в дальнейшем Поступать будут только Ну имеющие смысл заявки Не будет никаких там ругательств Со стороны пользователей То есть мы будем это обеспечить Еще к концу 2017 года Обещает Портал Единой системы Автоидентификации И авторизации Это госуслуги Работу с юридическими лицами То есть сейчас С юридическими лицами Они работают Но это в основном банки Какие-то коммерческие структуры То есть мы не можем Сделать пока авторизацию В нашем приложении Через госуслуги В дальнейшем мы хотим Это внедрить для того Чтобы они также могли пользоваться Да, чтобы человек Нес ответственность Да, если он зарегистрировался В этом приложении Авторизовался Он понимает Он не может написать Чушь какую-то Потому что Грубо говоря Он вот на виду А вот вообще Что послужило Идеей Создания Такого приложения В Москве И Московской области Активно пользуются Данным приложением Подобным Родом Приложениями И Активные пользователи Получают какие-то бонусы От администрации И Мы планируем вести это Тоже у себя На сайте Как-то развивать Этот проект То есть Дальше будет Веб-версия Для компьютеров И планшетов Чтобы можно было Зайти на сайт Посмотреть Ну там допустим Как было Как стало Рейтинг пользователей Как-то пообщаться Может быть форум Какой-то Плюс там обсуждать Будем самые проблемные Темы месяца Ну что-то будем В общем внедрять новое Вообще этот проект Как бы Задумывался Давно И это уже На самом деле Вторая версия проекта Первая версия Подразумевала работу Не в автоматическом режиме А каждую заявку Нужно было бы Просматривать Направлять В нужное место То есть Грубо говоря Мы бы занимались Таким альтруизмом Как Ну многие Пытались Так это все Реализовать Но мы пошли Иным путем Мы Не стали напрягать Администрацию И подобные Службы Мы Взяли Существующие Формы Обращений Адаптировали Серверную часть Нашего приложения Для того Чтобы Она автоматически Распознавала поля И распределяла заявки Уже В соответствующие Инстанции Грубо говоря Человек Который Начинает Пользоваться Нашим приложением Он уже Не заморачивается Такими вопросами Куда мне И как написать Он просто Выбирает категорию Обращения Пишет Пару там Слов Об этом Об этой проблеме Прикрепляет Свои контактные данные Для связи Да И Пару фотографий И отправляет Фотографии Приветствуются Конечно То есть Вот Мы На этапах Тестирования То есть Мы отправляли Подобные Обращения И Много Проблем Было Решено Даже Еще Когда приложение Было В стадии В тестового режима То есть Там Прототипы Грубо говоря Хорошо А вот Сами управляющие Компании Да Непосредственно Муниципалитеты Они Как относятся К работе Этого приложения Ну Я не думаю Что Они Будут Относиться Пока Никакой Обратной связи Во-первых Не было Во-вторых Я не думаю Что они будут Относиться К этому Негативно Потому что Это Как бы Их работа И Эти Обращения И так Поступают Но Как бы Просто Мы Помогаем Людям Избежать Траты Времени На поиск Нужной Станции И очень Часто Я общаюсь С представителями Администрации Говорят Что Заявки Направляются Не по Тому адресу А Времени На Пересылку Заявки Всего Дается 7 дней Допустим Наложились Праздники Выходные Не всегда Успевают Ну С потоком Заявок Справляться Не всегда Успевают Пересылать Приходится Неответственным Людям Отвечать За то Что поступила Такая заявка То есть Писать Какие-то Отписки И так далее В связи с этим Проблема Не решается А время У людей Отнимается То есть Мы Хотим Решить Эту Проблему Грубо говоря Ну и В заключении Хочется Еще уточнить Какой Момент Все-таки Сейчас Это приложение Доступно Жителям Только Краевой Столицы Или Жители Всего Алтайского Края Могут Также Им Пользоваться Ну На данный Момент Только Жители Города Барнаул Смогут Отправлять Заявки Но в перспективе Мы думаем Что будем Работать Как и с Нашим Регионом Так и Если это Будет Популярно В целом В нашем Регионе Пойдем Может быть На соседние Как бы Здесь Ничего Сложного Нет Нам Грубо говоря Нужно Только Бежаться По списку Инстанций И выбрать Куда нам И как Слать Будем Расширять Географию Работы Приложения Это приложение Как бы Разрабатывается Нами Нашей Компанией Как бы И Ну это Не основная Наша деятельность Мы как бы Ведем Работу Другую То есть Это наше хобби Мы не Не просим Ни от кого Ни бюджета Никакого Ни денег То есть Мы будем Это делать Сами Занимаемся Альтруизмом Можно сказать Как бы Хотим Сделать Как говорят В пословицах Делай Мир лучше Вокруг себя И начни С себя В общем И все будет Вокруг хорошо Если каждый Начнет делать Что-то полезное Мы сделаем Придем К идеальному Миру Спасибо Анатолий Что пришли К нам в студию Ну будем Ждать От жителей Алтайского края Проявление Своей гражданской Позиции Прежде всего Спасибо Ну а на этом Все До встречи В эфире